Когда у экономистов спрашивают, какие реформы нужны России для экономического роста, обычно отвечают институциональные реформы. Это не случайно. Такой же ответ дают и для других стран. В целом, в экономической науке нет консенсуса, являются ли институты единственным или даже самым главным объяснением процветания. Но, пожалуй, можно утверждать, что с тем, что институты играют в развитии ключевую роль, никто не спорит. На вопрос, что же такое институты, ответить гораздо труднее. Институты — это одновременно и очень конкретное и прагматичное понятие, и абстрактная теоретическая конструкция. Говоря простыми словами, институты — это правила игры. Более предметно можно сказать, что политические институты — это правила игры в политических процессах. Это известные всем правила обретения смены власти, системы сдержек и противовесов, защиты прав большинства и меньшинств. Экономические институты — это, в первую очередь, защита прав собственности, обеспечение исполнения договоров, защита конкуренции. К институтам относятся и независимая эффективная судебная система и система правоприменения. Историю современной институциональной экономики обычно отчитывают от работы американского экономиста Дугласа Норта. Он, как и другие нобелевские лауреаты исследователей институтов — Коуз, Уильямсон, Остром — стояли у истоков созданных 20 лет назад Ассоциации Международное общество новой институциональной экономики. Сегодня оно переименовано в Society for New Institutional and Organizational Economics — Общество институциональной и организационной экономики, президентом которого я был недавно избран. Наша ассоциация на самом деле пытается объединить исследователей самых разных дисциплин. Институциональные экономисты понимают, что источники происхождения институтов, механизмы, по которым институты влияют на экономику, связаны не только с экономическими процессами, но и с политическими, социальными, культурными особенностями различных обществ. Основные работы Норта, Уильямсона и Остром относятся к 60-м, 70-м, 80-м годам, а работы Коуза начались даже в 30-х годах. Но всплеск мирового интереса к конституциональной экономике произошел именно в 90-х. Почему? Потому что в первую очередь это было вызвано событиями в России и других переходных экономиках. Стало понятно, что одни и те же реформы приводят к совершенно разным результатам в зависимости от правил игры в экономике, в том числе и от неформальных правил игры, предопределенных культурными и социальными обстоятельствами в данном обществе. Второй фактор развития институциональной экономики за последние два десятка лет — это появление большого массива данных о качестве институтов, как современных, так и исторических. Сегодня институциональная наука — это объяснение того, каким образом в экономике связаны такие, как казалось бы, разные вещи, как судебная система, национальная культура, финансовый рынок, политическое устройство. В целом многочисленные работы в этой области подтвердили. Институты, как минимум, имеют значение для темпов экономического роста. Если вы хотите экономического развития, вам необходима защита прав собственности, открытая политическая система и сильная судебная власть. Если в политической системе нет сдержек и противовесов, то властям трудно гарантировать инвесторам, что их собственность не будет экстраприирована. В этой ситуации стимулы к инвестициям, естественно, гораздо ниже. И это имеет очевидные отрицательные последствия для экономического роста. Безусловно, из этого правила есть включения. Но, во-первых, их очень мало. А во-вторых, это те страны, где пусть и в недемократической политической системе, но все же удалось построить сдержки и противовесы, меритократию и регулярную ротацию элит. Институциональная экономика выяснила также, что на развитие института влияет и прошлая страна. Например, Стэнли Энгерман и Кеднинт Соколов, изучавшие неравенство в странах Латинской Америки, в 2002 году продемонстрировали, что его уровень зависит не от религии большинства населения и не от богатства страны в прошлом. В гораздо большей степени они зависят от колониального наследия, с точки зрения структуры общества, институтов и отношения к неравенству и правилам игры. Совсем недавно в аналогичной работе Авнар Грейф и его соавторы исследовали развитие карибских экономик в XIX веке и количественно доказали правоту Энгермана и Соколова. Оказалось, что те карибские колонии, которые специализировались на экспорте тростникового сахара после падения цен на сахар в XIX веке, повели себя совершенно по-разному. Те, которые получали огромные доходы от сахара, продолжили экспортировать сахар, остались рентными экономиками с институтами сосредоточенных на эксплуатации бедных и не смогли догнать развитые страны. С другой стороны, те экономики, которые переключились с производства тростникового сахара на другие отрасли сельского хозяйства, стали более развитыми и менее эксплуативными экономиками. Влияниями колониального наследия была посвящена и классическая работа Дарана Асимоглу, Саймона Джонсона и Джеймса Робинсона, которые исследовали зависимость колониальных институтов от стимулов колониальных держав, развивать те или иные страны. Оказалось, что в том климате, где колонисты не могли выживать из-за болезней или климата, колониальные державы не строили долгосрочные институты, похожие на то, что было в самих метрополиях. С другой стороны, в тех странах, например, в Соединенных Штатах, Австралии или Новой Зеландии, куда переезжали люди из метрополий, институты были устроены по-другому. Эти институты были построены по лекалам, принятых в самих колониальных державах. Они до сих пор работают на экономические росты развития. Именно в этих колониях удалось построить развитое общество. Именно эти колонии и стали развитыми странами сегодня. Позже Асимогл и Робинсон изложили свои взгляды на институты в книге «Why Nations Fails», ставшей одной из важнейших работ институционалистов. В этой книге они определяют инклюзивные и экстрактивные институты. Инклюзивные институты — это институты, которые ориентируются на вложение в собственную экономику, органический, экономический рост. Они распределяют выгоды от этого роста максимально широко. Поэтому общество в целом заинтересовано в экономическом росте. Общество в целом поддерживает политику, ориентированную на защиту прав собственности, на конкуренцию, на исполнение договоров между агентами в экономике. Экстрактивные институты ориентируются на извлечение из экономики прибыли для небольшой элиты. И в этом смысле, в этом обществе гораздо меньше устойчивости с точки зрения общественного консенсуса о том, какие именно нужны права собственности, какая именно нужна структура экономики. Эмпирические подтверждения этой теории постоянно появляются. И с большой вероятностью импорт не всяких институтов будет обеспечивать экономический рост. Если нам хочется жить как в богатой стране, скорее всего, нам нужны те институты, которые описываются в этой книге как инклюзивные, те институты, при которых общество в целом заинтересовано в экономическом росте, заинтересовано в защите прав собственности, заинтересовано в конкуренции и развитии. Особенно пристально экономисты изучают Восточную Европу, потому что это недавний исторический эксперимент в экономике. Именно на восточноевропейском материале очевидно, что политическая система и экономическое процветание связаны, причем связаны через институты. Демократия при прочих равных действительно ведет к большему богатству. И это не политический лозунг, а достоверная закономерность, которая особенно видна в нашем посткоммунистическом регионе. В этом регионе демократические страны смогли сократить отставание от развитых стран, а недемократические остались далеко позади. Именно потому, что им не удалось построить институты защиты прав инвесторов. Изучение институтов особенно интересно на примере Китая. Это как раз одно из тех исключений, когда страна, не имея демократической политической системы, обеспечивает быстрый экономический рост. Инги Чен в своей работе 1999 и 2004 года «Институтальные основы китайской переходной экономики» рассматривает новую концепцию переходных институтов. Его идея заключается в том, что когда стране предстоит долгий переход от практически аграрной державы без современных институтов к экономике среднего или высокого дохода, этой стране невозможно с самого начала построить институты, свойственные для развитых стран. Нужны переходные институты, институты, которые обеспечивают постепенный, пусть медленный, но без разворотов, переход к рынку. Например, Чен исследует двухскоростную либерализацию рынка для китайского сельского хозяйства и для китайских промышленных предприятий, когда предприятия, с одной стороны, работают и в плановой экономике, но с другой стороны, могут реализовывать сверхплановую продукцию по рыночным ценам на конкурентном рынке. Такая реформа была сначала предпринята в начале 80-х в китайском сельском хозяйстве с фантастически успешными последствиями для производительности и доходов китайских крестьян, а затем была распространена и на городские промышленные предприятия. Надо сказать, что исследователи Китая также продемонстрировали, насколько важно в отсутствии формальных правил игры безусловное соблюдение неписанных правил. В Китае нет демократической конституции. С другой стороны, в Китае соблюдается правило ротации элит. Каждые 10 лет неукоснительно новое поколение китайских лидеров приходит к власти, старые лидеры уходят в отставку. И это правило соблюдается неукоснительно с 1978 года и играет ключевую роль для меритократической системы продвижения китайских политических лидеров. Если лидер в регионе работает хорошо, если его регион развивается быстро, он знает, что у него есть шансы на повышение. При этом вакансии на более высоком уровне действительно регулярно освобождаются, в том числе и за счет того, что есть ротация элит. В этом смысле то, что происходит в Китае сегодня, возбуждает серьезный интерес среди всех исследователей, как внутри, так и вне Китая. В 2017 году состоится съезд китайской компартии, на котором по расписанию должна быть объявлена очередная смена элит. Будут обсуждаться, будут объявлены новые члены Политбюро и новые руководители Китайской Республики, которые должны прийти к власти по расписанию в 2022 году. Продолжит ли работать китайская система неписанных сдержек и противовесов, неписанных правил ротации элит и меритократии. Впрочем, для нас самый интересный вопрос к конституционалистам относится к России. К счастью или к сожалению, Россия — это страна, в которой проблемы институтов и связанного с ними экономического роста очевидны. Общеизвестен список институтов, с которыми у России есть проблемы. Нет никакой сложности записать его даже с завязанными глазами за пять минут. Это простые банальные слова. Это верховенство закона, демократические инклюзивные институты, защита конкуренции. В экономической части России нужны нормальные основы экономического законодательства, нормальное право применения. В политической части прозрачные подотчетные политические структуры. Нужны честные выборы, независимый суд, настоящий федерализм. В конце концов, нужно исполнение Конституции России. Здесь нет предмета для спора. На словах с этим согласны не только оппозиционеры, но и чиновники. Проблема в том, что в последние 10 лет по всем независимым показателям ситуация с политическими и экономическими институтами, мягко говоря, не улучшилась. Любой читатель Асимогла и Робинсона знает, что это, к сожалению, не позволяет надеяться на рост инвестиций, производительности и, соответственно, доходов населения. С другой стороны, при наличии реформ политико-правовых институтов нет причин полагать, что в России не начнется экономический рост.